еда одно из основных удовольствий жизни мы не машины мы не просто заправляемся заливаем масло или чинимся от хорошей еды мы испытываем радость с едой связаны многие приятные события в жизни новый год день рождения при близких родственников или встречи с друзьями почти всегда это сопровождается застолье которое объединяет всех мы все помним любимую еду из детства вкусные блюда которые удавалось попробовать в отпуске почти у каждого из нас есть любимый ресторан или кафе я простой человек не профессионал никогда не работал поваром но вкусная еда для меня значит очень много именно поэтому я хочу поделиться с вами всем что знаю еще больше узнать сам не бойтесь экспериментировать все гениальные рецепты родились случайно здравствуйте друзья что вы знаете о чехах я думаю что познание многих людей ограничиться лишь тем что чехи очень любят пиво это правда чешская кухня образовалась из местных кулинарных пристрастий и многочисленных заимствований они отличаются сытными насыщенными блюдами и сочно сладкими десертами чешская кухня впитала в себя множество рецептов из соседних стран например поляки готовят много схожих с чехами супов немцы считают руку своим классическим блюдом но наибольшее сходство чешской кухни все же у австрии да взять хотя бы ту квашеную капусту или плотный суп на муке с клетками классические чешские блюда это свиная рулька ее мы кстати уже как-то готовили различного рода супы и к недлике и сегодня я хочу приготовить очень распространенное блюдо чешский пивной суп с копчеными колбасками вообще чешские супы очень интересны своей гаммы они как правило кисловатый или с достаточно насыщенным вкусом это могут быть различные супы из сквашенной капусты чесночный суп овощной суп с к недликами суп гуляш или суп из фасоли несмотря на обилие рецептов чехи не любят когда в блюде много процессов и нужно проводить много времени на кухне им лучше собраться за крошечкой пиво и что-нибудь вкусное но быстрое приготовление поесть пиво несомненно является традиционным чешским продуктом только чешского пива у них выпускается несколько сотен сортов мало того в чехии очень популярны спа процедуры с применением пива это могут быть пивные ванны и различные массажи и неудивительно что у них там такие толпы туристов ну кто бы не хотел испытать на себе чудодейственный эффект пива и конечно же читая про чехию копаясь в их истории обычаях в особенностях национальной кухни я не мог обойти этот факт стороной и решил приготовить что-то не только под пиво и чтобы в рецепте пиво тоже было задействовано и так нам пора за продуктами нам понадобится пол литра светлого пива 4 зубчика чеснока 250 миллилитров сливок 100 граммов сливочного масла корица молотет мин сушеный имбирь 300 грамм копченой колбасы выбирайте сами какая вам больше нравится черный хлеб соль перец и так продукты закуплены самое время начать готовить рецепт невероятно простой и вы его с легкостью можете повторить для начала обжарьте муку многие игнорируют этот этап просто замешивают муку с водой и начинают ее готовить это в корне неправильно и очень часто вкус блюда только из-за этого пропущенного этапа может быть безнадежно испорчен обжаривание муки повышает ее сгущающие свойства к тому же обжарение дает муке более богатый и насыщенный вкус и исключает появление сырого привкуса муки в блюде и когда вы замешиваете обжаренную муку жидкостью или маслом вероятность того что образуются комки значительно меньше кстати поджаренная мука в жире называется ру является основой многих соусов и супов когда мука начинает приобретать ореховый вкус и запах можно добавлять сливочное масло размешайте и прогрейте пару минут пока масло не начнет кипеть влейте пол литра пива и доводим смесь до загущения по текстуре должно получиться что-то вроде заварного крема пока пиво с мукой загустевает поставьте обжариваться на рубленные копченые колбаски вы можете взять те которые вам больше нравятся главное чтобы не был хороший копченый аромат наш соус из муки загустел и приобрел кремовую текстуру самое время влить пол литра бульона не советуем вам использовать бульонные кубики лучше сварите крепкий куриный бульон с травами и кореньями он не обязательно должен быть прозрачным потому что в присутствии сливок муки прозрачность бульона будет уже не важно я не покупаю отдельно курицу чтобы сварить бульон для заправки супов или соусов просто когда вы готовите что-то и снимаете кости не выкидывайте их киньте в морозилку и когда вам понадобится бульон для рецепта у вас будет отличный суповой набор как только все растворится и приобретет однородную текстуру можете добавлять поджаренные колбаски добавьте молотый имбирь тмин корицу такая смесь специй даст очень тонкий и особенный аромат уменьшить температуру и варите суп 20 минут через 20 минут можно посолить и поперчить соли можете добавить чуть больше сейчас будем вливать сливки и они разбавят вкус добавляем 250 миллилитров сливок и провариваем еще пять минут не переживайте за сливки в присутствии муки они точно не свернутся и так наш суп готов он очень ароматный пахнет копченостями хмелем и сливками его стоит подавать черным хлебом натертым чесноком и обжаренным на гриле давайте будем пробовать очень крепкий и насыщенный такой сытный суп и по-хорошему теплый мне прям захотелось в зиму честно говоря когда я прочитал про него рецепту мне показалось что вкус будет не очень яркий как же я ошибался это классическое чешское блюдо тут есть копченость пиво суп очень легко готовится и он очень вкусный попробуйте приготовить его дома и вы не останетесь равнодушным суп обошелся нам 87 леев в нем 4 хороших порций а значит одна стоит около 22 леев 15 граммов белка 55 граммов жира 15 граммов углеводов и того 620 калорий на порцию приятного аппетита и до новых встреч